Кажется, что сюжеты о начале масштабной стройки на территории больницы скорой медицинской помощи корреспонденты нашего канала снимали совсем недавно. Сначала здесь был просто котлован, и представить, как и что будет на его месте, было непросто. Но в считанные месяцы начали буквально на глазах расти стены, и силуэт будущей пристройки постепенно вырисовывался. Сегодня все три этажа готовы, и с начала сентября новое приемное отделение начало функционировать. В октябре 2017 года строительство начато, в сентябре этого года строительство окончено. Мы сдаем первую очередь. Было предусмотрено 2 миллиона 800 тысяч рублей, средства были сэкономлены и будут направлены на вторую очередь. Здание построено с нужным качеством и в необходимое нормативное сроки. Больница скорой медпомощи – один из центральных объектов системы городского здравоохранения. Большую часть экстренных пациентов из самых непростых случаев принимают и лечат именно здесь. Важно, чтобы условия работы персонала и пребывания больных были максимально комфортными, а для диагностики и лечения имелось все необходимое. Со своими задачами лечебное учреждение справлялось и раньше, до масштабной реконструкции. Однако в медицине, как, пожалуй, ни в одной другой области, важно шагать в ногу со временем. Здесь планируется в новом здании установка двух томографов – магнитно-резонансного томографа и рентгеновско-компьютерного томографа. Это происходит централизованная закупка за счет средств республиканского бюджета. Все остальное оборудование, полное все закупается за счет местного бюджета. Это лабораторное оборудование, это оборудование для эндоскопии, это оборудование для реанимационного зала здесь и для приемного. Важный момент – введение в строй нового приемного отделения. Только часть большой работы. Совсем скоро строители примутся за вторую очередь реконструкции. Во дворе появится административно-бытовой комплекс, стерилизационная мастерская и склады. Напомним, реконструкция больницы скорой медицинской помощи – один из пунктов списка объектов в подготовке к тысячелетию. То приемное отделение, которое было, 80 квадратных метров, 6 всего кабинетов, конечно, не для пациента и не для медицинских работников, это уже прошлый век, это было невозможно работать. Сегодня здесь 400 квадратных метров, 20 кабинетов, так вы представляете. Потому что количество, к сожалению, поступавших сюда, а здесь поступали и по скорой помощи, и травматология, более 20 тысяч. 10 тысяч по скорой помощи, 16 тысяч – травматология. Поэтому это было необходимо для того, чтобы создать нормальные условия. Во вторую очередь реконструкции также будет оборудован постоянный заезд для машин скорой помощи со стороны улицы Гоголя. Сегодня автомобили временно заезжают с Белова.